Историю о новых образовательных стандартах начнем с истории, вернее с единого учебника по этому предмету разрушим миф. Его не существует, удалось выработать только единую концепцию преподавания, но и в ней менее специалистов успели разделиться. Вячеслав Лабузов не пожалел времени, досконально изучил все пособия, которые предстоит медрять школьникам начиная с 6 класса и готов поделиться впечатлениями. Учебники все же разные. Где-то отдельные темы расширены, где-то введены примеры, может быть, для других учебников не характерные. Я не думаю, что и авторы, и издательства на подобных вариантах учебников остановятся. Их будут перерабатывать, появятся новые варианты. Да, к учебнику есть вопросы, поскольку писали представители высшей школы. Учиться учить по-новому предстоит само собой и педагогам. Историкам Востока области уже повезло. Им организовали встречу с авторами свежих учебников. Они прослушали курс лекций по самым спорным и сложным темам. Коллеги из других районов Оренбуржья на очереди. Полистать пособия по истории, кстати, придется учителям русского и литературы, потому как образовательные новшества коснулись и их. Предполагается, что сдающий единый государственный экзамен должен написать сочинение, связанное с различными событиями исторического процесса, либо осветить портрет того или иного исторического деятеля. Вещь достаточно сложная. Простого в новых образовательных стандартах вообще немного. Вот, правда, сводом второго иностранного регионам разрешили повременить. И это прежде всего связано с дефицитом кадров. Педагоги-полиглоты нынче на вес золота. Зато в первый придется погрузиться с главой. В 2022 году иностранный язык будет обязателен для сдачи. Проблема достаточно серьезная. Проблему пытаются решать уже сейчас. В областном правительстве вообще подумывают о том, чтобы погрузить учителей в языковую среду не где-нибудь, а на Мальте. Но пока ограничиваются тестированием педагогов и встречами с носителями языка. В общем, новшеств хватит на всех. Учителям снова придется сесть за парты. Ученикам, к примеру, расшифровывать крестики, поставленные в ЕГЭ. Кроме того, требования к итоговым сочинениям станут значительно жестче. Словом, на поводу у лени или безграмотности не дадут шагать никому. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время.